Новой кооперации еще нет, ее надо где-то выстроить. Очень правильный был вопрос у коллеги. Как она выстраивается? За счет каких коопераций, за счет каких договоренностей, за счет каких институтов? Ну, например, мы знаем, есть такая форма, как технологические консорциумы. Вот собрались 10 компаний, им нужен какой-то общий продукт, он высоко затратный по неокрам, они скидываются и начинают совместно финансировать какую-то работу. Значит, вот на этой стадии, когда продуктом является выращивание, инкубирование новых систем разделения труда, кластеры незаменимы. Потому что с точки зрения эффекта для углубления разделения труда, кластер легко объяснить, как он работает. Представьте себе, есть там несколько участников, которые делают одно и то же. И у каждого в технологической цепочке есть один передел, который, ну скажем, не полностью загружен. Он необходим для того, чтобы был конечный продукт, от него нельзя отказаться. Но у каждого отдельно он недостаточно загружен. Вот они собрались в пивной. И говорят, что делать? И договариваются. А давай вот мы там Васю или там кого-то, да, попросим забрать у всех и специализироваться. Еще раз, конечного продукта без этого передела не будет. То есть отдать его кому-то просто так, это высоко рисковое решение. С другой стороны, все понимают, что деньги сосет и толку никакого. В-третьих, понятно, что поскольку он сосет деньги, ты никогда его не сделаешь хорошо. Ты все время по остаточному принципу будешь к нему относиться. То есть в нем он будет низкопроизводительный. Но если я не гарантирован, что вот я тебя знаю, могу посмотреть в глаза. У нас есть определенное отношение доверия. Я никогда не отдам этот передел. Поэтому кластеры выполняют очень важную функцию. Все друг друга знают, формируются определенные механизмы доверия, контроля, обмена информацией, взаимопомощи и прочее. В разряженном пространстве этого не произойдет. В тот момент, когда новая система разделения труда сложилась, ее можно разнести по всему миру. Уже не так важен принцип близости территориальной, человеческой, взаимоотношений, взаимодействий и прочее. Итак, теперь, а дальше возникает следующая ситуация. Старая промышленная революция. Она продолжает существовать в ней, в своей отрасли, в своей занятости, в своей группе поддержки, в своей инфраструктуре. А новая только складывается. И тогда возникают шарнирные структуры. Типа Дели и Нью-Дели. Это же один город. Но это два города. Вы, если зрители, были там. Они совершенно разные по архитектуре. Они совершенно разные по типу людей, которые там по улицам ходят. Они совершенно разные по инфраструктурным решениям. То есть, вы что делаете? Вы внутри старого пространства создаете место для нового. А почему не сделать это на острове каком-то? Ну, слушайте, по 999 причинам. В частности, по причинам проточности населения. Наличие студентов, которые могут прийти работать. Старых социальных связей. И тогда крупный город оказывается инкубатором масштабирования промышленной революции. А не выращивания самих технологических схем. И оказывается, что на какое-то время в крупном городе существует два, а вот, например, в Москве три города.